увидел пост от сереги который попросил рассказать что там про рыбалку как она здесь происходит все и я осознал такую вещь что что в июне я как бы это понимал я это знал но я это не осознавал что в июне я здесь буду практически месяц сам холостяковать без жены и ребенка а это значит что на голове там ветер такой дикий а это значит что я могу объявить такой конкурс ну это значит что у меня будет время вечерами потому что работу никто не отменял поэтому сделаем так объявляю конкурс на на мысли идеи про что сделать репортажи про что рассказать куда съездить что посетить ну если кому-то что-то прямо интересно и пишите не знаю в личку или в комментариях мне просто уже пару ребят у меня есть свой список чтобы я хотел сделать за этот месяц там буквально две-три вещи что просто не удается или вообще невозможно сделать когда ты как бы обременен семьей ничего за рамками естественно выходящего просто нужно на это время и все которого обычно вечерами нет вот частности я хочу посетить там из моего там списка из двух-трех пунктов я хочу посетить там на манхэттене блюз-бар блюз-паб где как сказал серёга волошка с плантацией только сошли чуваки пошли в руки гитары взяли и валят блюз вот там где-то так это реально круто вот я уже не помню что еще но там уже и саня landscape что-то подкинул забраться на статую свободы но это экскурсии они платные надо смотреть время но я попробую в общем я все ваши пожелания комментарии тогда запишу в списочек и постараюсь по максимуму из этого списка и по возможности что более легкая что более менее денежно затратная как бы это корыстно не звучало я постараюсь заимплементить это все что успею что смогу потому что тупить вечерами дома я вряд ли смогу ну наверное первые дни может быть целую неделю я просто буду спать а потом надоест вот частности вот серёга спросил по поводу рыбалки что здесь с рыбалкой и это меня натолкнуло на мысль серёга я тебе скажу что я обещаю что я сделаю отдельный репортаж про рыбалку здесь потому что мы уже общались с мужиками на работе они меня звали спрашивали рыбачу или нет я сказал ну если вы там пьете то рыбачу если вы чисто за рыбой то ну принципе тоже могу съездить но когда буду буду сам вот по моему насколько я детали сейчас не знаю всех этих конкретных цен но схема такая же сам это можешь либо купить себе абонемент на лицензию так сказать на год на отлов определенные рыбы в определенном количестве даже определенных размеров в определенный период года в определенные там сезоны либо можешь обратиться разовым платежом отделаться и там есть так сказать капитан морского судна который возьмет тебя на борт и можешь в аренду взять спиннинги все эти у ребят практически так как цены на все здесь довольно таки дешевые при местных как бы зарплатах то у всех все свое не знаю набор теннисных ракеток и мячиков иди играй там клюшки для гольфа или спиннинги вот можно у кого-то из ребят взять подъем как обычно там 4 утра куда-то ехать преодолевая шторма что-то там ловить возможно пить я не знаю вот план такой единственное говорят что там действительно там очень жесткий контроль по поводу габаритов улова потому что ребята уже рассказывали не раз были кейсы когда просто патрульный катер останавливается заходят и он просто открывает все весь улов и смотрит чуть ли не линейка измеряют там очень большие штрафы за это все вот ты можешь прям там же на судне это все готовить и уху и жарить ну как бы все это по их рассказам обещает быть довольно таки интересно и поэтому я подписался на это все единственное же говорю надо будет выбрать время и вот мне кажется июнь будет отлично время для этого так что все детали позже пишите пожелания составлю список будем пробовать имплементить